Приветствую с моими друзьями и гостями канала! Всем огромнейший привет! И сегодня мы с вами попробуем посмотреть, что же интересного в Сочи. Точнее, услышать, что же интересного в Сочи произошло. Ну и первое, что бросается в глаза, редко у нас такое происходит, но в центре Сочи потушили сильный пожар в жилом двухэтажном доме. И знаете что? Я вчера с Мелоделеса видел пожар, там такое ощущение, как будто автозаправочная станция горела. Там столько дыма было, просто жесть. 18 человек тушили один дом. 18 человек! Поэтому посмотрим, поджог это был или не поджог, или безлаберное обращение с огнем. Может, это там шашлыки захотел зажарить. А может быть, кому-то понадобился участок на улице Альпийской, и теперь вместо этого дома там выставит какая-нибудь жпшка. В общем, пока ничего не могу сказать, но поживем, увидим. Следующее. Стало известно, когда закончится учебный год в сочинских школах, ребят. В общем, я так понял, что завершат у нас начальные классы уже 23 мая, хотя уже давно завершили. А 11-классники у нас будут биться до, получается, до 5 июня. Вот как бы так, просто ходили слухи, что там дети будут учиться до августа месяца, и так далее, и так далее, и так далее. Нет, нет, нет. Все, в принципе, примерно в штатном расписании. И как раз, когда карантин заканчивается, самоизоляция заканчивается, и как раз начинается у детишек отпуск. Точнее, что? Каникулы. Все верно. Курортный сбор хотят отменить до следующего года. Ну, это логично, чтобы отменять. Ну, по большому счету, это логично. Ремонт дорог в Сочи завершен на 74%. И знаете что? Я могу сказать, что это не просто пустые слова. Это чувствуется даже в тех местах, где ты далеко уезжаешь от центра. Ну, например, возьмем с вами дорогу Васильевку. Идеальная дорога, прям хорошая по качеству. Возьмем мы с вами, к примеру, там в Адлере дорогу, например, Гастелло. Всю жизнь была дорога разбитая, убитая. Сейчас ее сделали, ну, я считаю, прям просто шикарно. Поэтому, вот когда ты в Сочи оплачиваешь штрафы, ты понимаешь, за что ты платишь. Вот лично я вот с большим удовольствием, штрафы, которые мне приходят, я с большим удовольствием их оплачиваю. Ну, потому что я вижу, что дороги хорошие и так далее. И налог я тоже бегу, оплачиваю в первую очередь. Потому что я понимаю, что, как бы, я вижу результат. Вот, например, в Орске я себя чувствовал обман там. Вот, когда ты приходишь, и там тебе нужно платить эти дорожные, налог на автомобиль, и все. И ты не понимал, за что ты платишь. Дорог нет ничего, нет, как бы, за что. А вот здесь я понимаю, за что. Ну, жаль, что... Сочи такая маленькая-маленькая Россия. И очень жаль, что во всех городах России нет таких идеальных дорог. Нет такого классного, идеального города. Конечно, обидно. Следующее. Эксперт назвал группу крови люди, которые подвержены заражениям коронавируса. В общем, уже на этом коронавирусе уже что только не сказали. Ну, идиотизм. Санаторные пляжи Сочи будут работать, конечно, в соблюдении всех рекомендаций Роспотребнадзора. А иногда мне кажется, что в Роспотребнадзоре сидит какой-то мальчик пятилетний и стебается, и просто экспериментирует. Да, вот, например, предлагают сейчас Роспотребнадзор, например, сделать так, чтобы расстояние между лежаками было там полтора-два метра, чтобы, соответственно, чуть бы не загорали в масках и тому подобное. В общем, идиотизма, ну, хватает, ребят, ну, реально, идиотизма хватает. И ты, когда это все читаешь, я думаю, блин, думаю, это люди серьезно писали или так чисто поржать, вот, как бы. Я считаю, что, вот, например, сейчас тоже сказали, да, например, приходишь в МФЦ, да, принимают там по одному, по два человека. Но перед тем, как зайти в МФЦ по записи, ты там стоишь как идиота кусок, и у тебя еще стоит там человек пятьдесят, и вы все равно на улице все стоите на расстоянии плечо к плечу. Ну, и толку, что ты зашел в МФЦ, и у тебя там расстояние выдерживается. А на улице ты стоишь, и вот, вот, как бы все прижались и так далее. Поэтому я считаю, что, наверное, закончится скоро этот идиотизм, и пляжный сезон пройдет нормально. Ну, это бред, просто то, что там пишут, там, ну, не знаю, я вот это читаю и думаю, ну, как так? Так, ну, то, что первое июня откроется сезон в Сочи, это факт. Кстати, посчитали примерные потери турбизнеса в Краснодарском крае, то, что мы не доработали на туристах за два месяца. И знаете что, я думал, там миллионы, а там, оказывается, миллиарды. В общем, и налоги недоболучили, соответственно, эти деньги куда-то у нас пропали. И что хочу сказать? Ну, это печальный факт, печальный факт, то, что недозаработали. Я думаю, что, скорее всего, по логике захотят теперь компенсировать, компенсировать захотят именно, не знаю, там, может быть, оторваться на тех туристов, которые приедут в июне, июле, в августе, в сентябре. Ну, потому что идеально, апрель, май, прям жесткая получилась просадка. И я думаю, что попробуют оторваться как следует. Ну, не знаю, поживем, увидим, посмотрим. А там уже, конечно же, видно будет. Следующее, следующее, ребят, следующее, следующее. За отказ от тестирования на коронавирус может быть наложен штраф до 40 тысяч рублей. Вот это я, в принципе, поддерживаю. Все. Звезда сериалов на ТНТ 40 дней не выходит из дома в Сочи. Ну, это, как бы, это, ну, диагноз. Правила Роспотребнадзора, открывающихся и работающих предприятий тоже. Я это все читал, ребят, там, вот такая чушь написана. Вот даже вот представьте, вот просто почитайте, вот, вот, начинайте, почитайте в гугле, вот, Роспотребнадзор коронавирус. Я говорю, такое ощущение, как будто сидит пятилетний мальчик и пишет, но по-другому никак не могу назвать. В центре Сочи иномарка влетела в дерево и водитель сбежал. В Сочи за 16 мая за сутки выявлено только один случай коронавирусов. И все. А в МЧС заявили возможность заразиться коронавирусом через чипсы или орешки. Возвращаясь к предыдущему, например, приехали вы в санаторий, соблюдаете расстояние в 2 метра, но вы, когда возьмете и откроете бутылку пива и откроете эти долбаные чипсы, вы можете в том числе и заразиться. Я как вот считаю, вот, вот, те люди, которые боятся, да, вот, заразиться, ну, как бы, они должны подумать, там, про то, чтобы, там, как бы, не знаю, ограничить себя других людей и так далее. Вот, например, мне при фиолетово, вот, я, как бы, хожу и, там, не знаю, в МФЦ целую кучу народу, и на почту, вот, мы отправляли, там, и везде хожу, и с клиентами встречаюсь. Потому что я понимаю, что у меня организм сильный, я не бухаю, как бы, занимаюсь сейчас спортом, и я знаю, что у меня организм справится. Вот, с этим вирусом, как бы, сто процентов справится. Ну, реально справится. С раком справился, а здесь тем более справится. И, поэтому, я особо сильно не напрягаюсь. Хотя, вот, как бы, если бы я был какой-то, какой-нибудь алкаш и так далее, да, или у меня целая куча была хронических болезней, я бы, конечно же, ну, постарался бы воздержаться, отмогать от чего. А здесь, по итогу, из-за барановируса, из-за которого погибают у нас людей гораздо меньше, чем погибают людей, там, под колесами автомобилистов и тому подобное, взяли, взяли и просто жестко на два месяца, как бы, просадили экономику. Просто жестко взяли и просадили. Очень много людей осталось без работы, очень много, кто там остались непонятно на чем, непонятно как. В общем, не знаю, сами планомерно, искусственно взяли и просто, просто убили экономику. Просто взяли и убили. Ну, вот, как бы, так, не знаю. Кто тут скажет сейчас? Нет, ты что? 33-летняя Соченко обокрала подругу почти на 60 тысяч рублей. Ну, что сделать? Да, как сказали Борски. Ну, воровал-то святое. Теперь давайте все-таки с вами подведем итог. Обещает, что 23 мая будет уже более-менее все хорошо. С 1 июня обещает, что начнется у нас сезон. Я думаю, что он начнется полноценным, скорее всего, начнется в июле. Что касается поездок за границей, пока ничего не могу сказать. Теперь многие спрашиваете про недвижимость. Упала ли цена недвижимости в Сочи в связи с эпидемией коронавируса? Нет, ребят, не упала. У нас официальная статистика, вы можете зайти, посмотреть. И цены поднимаются обычно за год на 25, ну, от 24 до 27% за год. Сейчас же, тоже сейчас я посмотрел статистику, недвижимость именно в Сочи подорожала, например, вот за 5 месяцев на 29%. На 29%. Кстати, я сейчас еще вам скажу, какие у нас еще интересные города подорожала. Я сейчас делал недвижимость, секунду я себе заметку по метку себе делал. Секундочку, секунду, 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 секунду. Ой. Ну, что-то я не могу найти. Ладно, в общем, вы сами можете зайти в интернет и посмотреть статистику. Ну, а статистика, конечно же, у нас печальная. Печальная, еще раз повторюсь, печальная, потому что недвижимость реально поднялась в цене. Как бы, и я бы с большим удовольствием сказал бы вам, нет, ребят, цены становятся ниже, 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 ниже и ниже. Но я не могу, не могу вам наврать. Цены действительно поднялись. Если не ошибаюсь, то еще один микрорайон у нас стрельнул по цене. Вот, в общем, за полгода цена стала выше. Это у нас в Москве микрорайон Химки. Я сам удивился. И они у нас стрельнули. Не знаю, может быть, там изначально цена была искусственно занижена. Может, еще что-нибудь. Вот я смотрел как раз этот отчет. Если мы берем с вами Крым, то там у нас особо сильно ничего не поднялось в цене. Если мы смотрим с вами Анапа и Геленджик, там тоже как бы разница не такая большая по приросту. То, если мы с вами рассмотрим именно Сочи, то, говорю, у нас, конечно же, почему-то прям поднялось. И, например, сейчас в бюджете, например, 3 миллиона рублей, 3 миллиона рублей, ну, почти невозможно что-либо купить. За исключением иногда квартиры, которые появляются по акции и так далее. Поэтому, ну, и то, и по акции очень редко. Вот, например, жилой комплекс облака по 85 тысяч рублей. Ну, опять же, это без всяких там риэлторских комиссий, без ничего. Если бы, например, покупали бы через любого другого риэлтора, то бы, ну, вам нормально бы обошлось. Ну, точно не повысить 5 тысяч рублей за квадратный метр. Такие варианты выстреливают, но очень-очень редко, ну, очень редко. Как бы, поэтому на волшебство не стоит надеяться. Следующее. Я прочитал вчера ваши комментарии по поводу жилого комплекса Посейдон. Я вчера снял, я считаю, что неплохой обзор. Сам себя не похвалишь, никто не похвалит. Очень сильно заморочился. Показал придомовую территорию, и набережную показал, и пляж показал. Все, вот, снимал вторичку. Да, 75 квадратных метров. Квартира стоит 14 миллионов рублей. Ну, и там, соответственно, там начали написать дорого, что-то еще там, и что такое. Ну, что, ребята, вот те, которые пишут дорого, да, значит, вы же сравниваете с чем-нибудь. Ну, как бы логично же, да, бывает дешево. Дешево относительно чего? Относительно вот этой квартиры. А, ну да, дорого относительно чего? Наверное, относительно той квартиры. Я с большим удовольствием, вы можете писать в комментариях не так. Максим, дорого. Например, квартира этажом выше, в этом же стояке, с лучшим ремонтом, продается за 6 миллионов рублей. А ты здесь нам предлагаешь квартиру в 75 квадратных метров, в черновом варианте. А, с ремонтом предлагаешь за 14 миллионов рублей. Например, сказать, Макс, ты не прав. Вот у застройщика есть такая же квартира в черновом варианте, без ничего. И она стоит всего лишь 16 700. Лучше купить ее за 16 700, сделать ремонт, примерно, который вам обойдется вот такой ремонт, 30 тысяч рублей с квадратного метра. Это потратить еще где-то 2 200, потратить на мебель, ну, еще 2,5 миллиона рублей вкинуть. Себестоимость квартиры получится там почти 19 миллионов рублей. Это будет гораздо лучше, чем брать уже готовую квартиру с ремонтом за 14 миллионов рублей. 5 миллионов для нас это не деньги. Мы можем спокойно переплатить, покупая квартиру у застройщика и делая ремонт. Как бы я считаю, вот если так вот комментарий напишите, ну, это будет нормально. А так то, что там пишите дорого и так далее. Да, ребят, я и сам знаю, что дорого. Но дорого что? Дорого недвижимость в Сочи. Это дорого. И я с вами согласен. А если, например, мы возьмем ту же самую квартиру в Посейдоне за 14 миллионов рублей, за 75 квадратных метров, это считается дешево. Все аналогичные квартиры в данном доме начинаются от 18 миллионов рублей и выше. От 18. А нужно ориентироваться на 20. Вот как бы такая суровая правда. И я, конечно же, понимаю, что большинство людей пишут дорого. Это те люди, которые рассматривают квартиру в Сочи. Вот у меня сейчас последние запросы. Например, казахи мне там одни там все написали. Знаете, мне нравятся казахи. Это те люди, которые самые, наверное, беспардонные в этой жизни. Вот бывают разные. А это казахи, которые в 12 часов ночи тебе начинают написывать и названивать. В 12 часов ночи. Это только из Казахстана у нас. И вот они там. Вот что вы можете посоветовать трехкомнатную квартиру. Лимит у нас миллион 300, миллион 500. Я говорю, чего? Рублей. Ну, в Адлере нужно. Я говорю, ну, в Адлере, наверное, за миллион 500 только можно живая вода в стройке где-нибудь. Мы посмотрели. Это стройка не по ФСЗ-214. Да и застройщик. Мало информации и так далее. Нам бы какую-нибудь вторичку и так далее. За полтора миллиона рублей. Откуда такие цены берут? Не знаю, я зашел, например, в Орске. В Орске считается по статистике, что Орск занимает 100 место по цене недвижимости за квадратный метр. Считается самая низкая цена. И в Орске трехкомнатная квартира стоит полтора миллиона рублей. Например, в пятиэтажке, в девятиэтажке полтора миллиона рублей стоит. Если квартира чуть получше, там миллион шестьсот, миллион семьсот. Ну, в Орске. Орск занимает последнее место по цене на квартиры и даже в Орске как бы за полтора миллиона рублей трешку прям хорошую не найти как бы придется все-таки купить за миллион семьсот как бы чтобы более-менее там была получше и вот здесь у нас раз как бы и мне потом берет начинает отправлять ссылки ну вот казахи я вообще к казахам очень хорошо отношусь как бы но вот не к таким вот и они мне присылают ссылки вот на Авито на Циане что вы там пытаетесь там что-то там что вы там не пытаетесь впарить я вообще ничего не пытаюсь вы же ко мне обращаетесь ни о ком ну и конечно же те люди которые сидят и хотят квартиру купить за полтора миллиона трехкомнатную конечно для них это дорого для них это плохой ремонт для них это еще что-нибудь но еще раз повторюсь как показывает практика когда вы приглашаете меня к себе и я снимаю ваш дом или квартиру все гораздо хуже все в 10 раз хуже что касается ценообразования я вот например буду сегодня снимать квартиру 60 квадратных метров в жилом комплексе а rd house эта квартира будет стоить 12 миллионов рублей я сразу скажу видеоролике что цена высокая но цена выше рынка как бы я сразу скажу что это цена высокая потому что можно купить квартиру такой такая квартира стоит не более 9 миллионов рублей ну не более 12 миллионов это перебор но продавец сказал так я хочу с 12 миллионов все вот как бы я видеоролики скажу что ценник ну высокий ну а там если вдруг там есть какой-то там прям любитель который скажет блин эта квартира моя мечта и все я хочу купить да ради бога купит в случае посидоне сразу я это квартира дешевая эта квартира ниже рынка и сейчас кто-то может сказать это пиар или еще что-нибудь они без разницы кто-то что скажет если честно тем более как бы я же вижу когда люди говорят от сердца когда говорят просто когда зависть когда ну когда ты рассчитываешь за полтора миллиона взять трешку в объявлениях да я там посмотрел жилой комплекс посидон на авито и там нашел 400 объявлений фейковых там квартира трехкомнатная за два с половиной миллиона рублей на море и так далее вот видите я целую кучу фейков нашел потому что он интересен для для фейков потому что до моря у него 100 метров сами понимаете дом снаружи реально смотрится обалденно и даже не знаю второй такой дом который снаружи смотрелся бы так же красиво и так же хорошо территория просто шикарнейшая и вот делают такие так называемые элит магниты когда люди как бы по наивности о за двадцать с половиной миллиона рублей 75 квадратов о нормально сейчас мы в саратове свою квартиру за четыре продадим и получается мы купим на эти деньги на счетах трехкомнатную квартиру и однокомнатную квартиру однокомнатную квартиру будем сдавать на эти деньги будем жить а что это понятно ладно у нас в саратове цены высокие вот 4 миллиона стоит квартира а у них там в колхозе дело то ничего на аренде все живут вот так примерно все рассуждают ну я за четыре года общался ну и вот соответственно потом приезжает и впирается поэтому ребят все равно кто будет там из вас что не говорил я все равно буду снимать объекты в том числе и хорошие в том числе объекты которые стоят 10 миллионов 20 миллионов 40 миллионов 50 миллионов 100 миллионов такие объекты все равно буду снимать и все равно я потихонечку потихонечку буду больше делать акцент на вот такого вида жилья первое мне саму интересен это сегмент это первое второе я понимаю что эти объекты снимать не стыдно например я вчера снимал посидон вы даже представить не можете я бы меня пришла сейчас такое такое было настроение шикарное я там сейчас просто просто это гораздо лучше чем например снимать жилой комплекс весенний гораздо лучше чем снимать немецкий квартал гораздо лучше чем снимать например какой-нибудь жилой комплекс diamond и так далее потому что там ты снимаешь ты действительно ты понимаешь что блин вот нормальная недвижимость которая должна быть и все но я понимаю что 80 процентов людей не могут себе купить позволить квартиру купить 75 метров за 14 миллионов рублей именно поэтому я не расстаюсь с экономным жильем и экономное жилье я снимаю я показываю сейчас наверное чтобы вам было легче чтобы вы как бы свою психику сильно не травмировали я теперь в каждом я вот для себя так решил вот на каждой картинке перед видео я буду писать метраж и цену что например например квартир да это сегодня буду снимать квартиру в в адлере вторичку в говнодоме за 8 миллионов рублей сразу скажу там 60 квадратных метров 8 миллионов рублей что например те люди которые могут купить себе квартиру за 15 миллионов рублей чтобы они даже и не смотрели например а те люди которые хотят купить квартиру за 3 миллиона рублей чтобы они тоже даже и не смотрели что вот сегмент 8 миллионов как бы ну смысл мне смотреть вот смысл вот мы вот сейчас и вот хочу попробовать сюда на канале еще сделать плейлист и плейлист и например бюджет например там от 2 до 3 миллионов и там который кого я квартирники иск у меня который вторички есть чтобы мы в 1 раз и могли посмотреть там бюджет там 3-5 миллионов вот так хочу сейчас немножко в течение двух недель это все подделать чтобы вам было удобно зашли в плейлист там посмотрели там у вас там вы переезжаете с города там тольятти у вас там два с половиной миллиона рублей бюджет и там соответственно вы сможете посмотреть что же вы такого сможете в этом бюджете себе приобрести я думаю этого будет вот для вас удобно и так далее чтобы вам там не зарядить вашу прекрасную голову всяким хламом там другой ценовой категории и тому подобное над этим я сейчас буду работать поэтому заранее буду писать курю цену и метраж говорю чтобы там не было такого например вот я например скажу честно вот я никогда в жизни не открою отзыв про рено логан я никогда в жизни не открою отзыв про хунда и солярис и тому подобное не интересно как бы мне мне вот это шляпа да вот как бы я когда после audi сажусь кашкайду хин думаю ну как так думаю как кашкайду ну как так вот как могут такой автомобиль сделать сюда хреновый а потом раз в аэропорт доехал он такси на этом как его на volkswagen пола да вот просто и понял что блин кошка реально классно автомобиль потом раз садишься опять в audi понимаешь блин ну да японцы немножко не затягивает так далее то же самое касается из квартирами поэтому я вас всех прекрасно понимаю если честно я раньше когда мог себе позволить купить приору были в 2011 год как раз мне там стройка была в дом строился в ворске были не до этого и тоже когда я покупал приору я находил 100 причин я мог убедить любого почему приора гораздо лучше чем чем всевозможного всевозможны там соляриса на автомате и тому подобное автомат это там для девчонок нужно управлять автомобилем нужно ручка да та-та-та-та фон паспортные данные фон приора разгоняется за 11 5 а вот твой солярис на автомате за 12 и 8 вот так вот вот приора всех порвет и все на самом деле я по разуму прекрасно понимал что приора это говнище то еще я прекрасно понимал что солярис на автомате с 1 и 6 гораздо лучше знаете еще такой вот приора 98 лошадиных сил на налог платить не нужно а вот в солярисе 126 лошадиных сил нужно я уже попадаю на налог и так далее расход у приоры меньше и все это это было мои рассуждения рассуждение нищеброда потому что не мог себе позволить купить хунда и солярис который на тот момент стоил в два раза дороже и как-то мне я не мог взять и мне мужское не позволялось 5 блин я не могу себе позволить купить данный автомобиль я купил себе вот этот прекрасный автомобиль вот просто я как бы в жизни чем-то не не тем занимался что просто-напросто даже не могу себе позволить купить какой-то там бюджетный автомобиль и так далее я не мог этого сказать но уж самолюбие у меня как бы тоже как бы так же как и у вас большинство и все я начинал там придумывать потом раз когда купил все qashqai жду уже стал на приору по-другому хор ну чё я не представляю как на этих приорах то есть это так далее потом раз купил mazda cx-5 не понимаю блин я не понимаю людей которые покупают себе nissan qashqai на механике кто это люди за что с ними так и при том как азду купил на переднем приводе потом когда появляется машина с полным приводом ты не понимаешь как как кроссовер должен быть на переднем приводе этого бред какой-то то что вам легковушка что ли кроссовером как раз и должен быть там чтобы там полный привод и так далее потом следующая категория там раз ты уже начинаешь понимать там стоп ну как можно ездить на qashqai маленький ну хотя бы рав 4 он побольше да и дизель должен быть потяговить и так далее дальше уже там как бы audi там но машину должна быть машиной все что меньше пяти метров это наверное не машина хотя сейчас я прекрасно понимаю что следующий автомобиль у меня не будет вот такой здоровый сарай который по длине и по ширине больше чем lexus 50 по факту будет у меня что-нибудь из той категории что-нибудь у mercedes там коммуне за этом jlc там porsche cayenne там bmw x3 что-нибудь будет из этой серии потому что на таком автомобиле по сочи передвигаться некомфортно клиентам комфортно да они себя чувствую здесь просто в шоколаде но мне как водителю некомфортно ну сто процентов некомфортно вот как бы так к чему и это все сравнивал ты к тому что большинство в комментаторах в топе комментарий пишут вот как раз играет вот этот как бы зависть этот оправдание как бы вот там потому что говорю было нормально было написано так квартира дорого для меня я рассматриваю квартиру в другом да я был бы понимал это нормально но еще раз повторюсь все кто написали дорого ребят приглашайте меня сегодня к себе я сегодня свободный свободный после 12 приглашайте покажите мне альтернативу покажите мне квартиру в этом же доме 75 квадратных метров дешевле чем 14 миллионов рублей можно даже в черновом покажите я с большим довольствием приеду я умею признать свои ошибки сниму и тут же скажу блин ребят я вас ввел заблуждение все таки квартира это 75 квадратных метров 14 миллионов она слишком высокая по цене вот оказывается в этом доме есть квартиры там по 6 миллионов можно оказывается квартиру 75 квадратных метров 6 миллионов я без проблем так сделаю поэтому позвоните обращайтесь пишите с большим довольствием это сделаю но я знаю что никто из вас не напишет потому что я знаю какие там цены да и вы знаете и вы все прекрасно понимаете что эта квартира ниже рынка и вы все прекрасно понимаете что данная квартира идеальнейшая по планировке и никто бы из вас лучше бы из черного варианта не сделал бы сто процентов бы не сделал я вижу какие вы делаете ремонты очень много вторичек у меня на канале за просто когда делать нечего будет просто открытие вторичный фонд и посмотрите ладно ребят вам всем отличным настроением всем добра и пока